Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите и следите за всеми событиями. И вот даже в свят вечер, в сочельник, по как бы, тут уже непонятно, старому, новому стилю. В общем, с шестого на седьмое, вот перед вечером, мы, собственно, общаемся с Андреем Ревой. Он со мной на связи. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Рад вас видеть. Да, знаете, много мыслей о сложившейся военно-политической ситуации в Украине. Мы сейчас пройдемся, как бы, определенные моменты обсудим. Такие очень важные, на мой взгляд. И, конечно, мобилизацию, и, конечно, помощь США. Но я вот уже давно наблюдаю такой достаточно странный подход. Ну, это маркетинговый ход. Просто поскольку праздник, да, предлагаю с этого начать. Есть такие, скажем так, конторы, игр онлайн, азартных игр онлайн, которые, скажем так, оседлали патриотическую тематику, тематику победы в разных, как бы, маркетплейсах, в интернетах. Украинцы там предстают то какими-то акулами, то какими-то, скажем так, мультяшными, фэнтезийными персонажами. Но вот как раз к Рождеству, перед Новым годом и уже к Рождеству, уже и на экраны телевидения попали эти рекламные ролики, когда поют веселые калятки про победу черти в образах, скажем так, хора католического. И смотрится это на телевидении уже как-то, ну, немножко, немножко иезуитски. Потому что это же телевидение, единый марафон, телеканалы, надпись «Украинский флаг», мы переможем. И ряженые, скажем так, поют и оспивают победу. Андрей Алексеевич, вам, я вот хочу просто с этого начать, потому что, чтобы потом не уходить в эти философствования. Такое ощущение, что вот с началом 24-го года с обострениями, с тяжелыми, скажем так, ударами, с непониманием, что будет дальше, стратегии войны, усталости от войны, накладывается еще и большой моральный ущерб, который, ну, по-разному проявляется. И в том числе и вот в таких эпизодах. Что думаете об этом? Начнем с того, Александр, что это все суета, как сказал Екклевиус. Не приимайтесь, ибо в великой мудрости много печали, и умножающий познание умножает скорбь. Ну, а дабы скорбь не разливалась по нашим весам и просторам, у нас есть 95-й квартал. Вы сейчас говорите о тех мультфильмах и прочих, так сказать, видосиках, как у нас их называют, оптимистического характера. Ну, так, боже мой, мы же с вами последние 10 лет, как минимум, жили в эпоху вот 95-го квартала, который, в общем-то, в прайм-тайм на лучших телевизионных каналах. Сначала это был Индор, потом 1+,1, они там закрепились. Чем они, по сути, занимались? Они занимались политической пропагандой. Потому что то, что они делали, трудно было назвать юмором, если мы берем жант, чисто с точки зрения того, чем они занимались, это политическая стира. То есть они занимались высмеиванием всех наших политиков. А десакрализация политиков ведет к тому результату, который мы сегодня увидели в 2019 году и к чему это привело. Кстати, в той же России, если вы помните, была программа «Куклы». И вот ее в свое время, на пике популярности, ее взяли и закрыли. Это был один из элементов установления авторитарного управления, потому что как только власть запретила о себе любые сатирические куплеты, и так далее, и все прочее, она сакральна, ее трубить нельзя. Она всегда окружена тайной. Это был один из элементов построения авторитарного государства. У нас, как вы видите, можно все, у нас было все дозволено. И как результат всего вот этого произошедшего, мы имеем то правительство и ту власть, которую демонстрирует бодрый оптимизм. Оптимизм всегда нужен. Но если вы помните, у нас был такой замечательный персонаж Алексей Арестович. Он мне чем-то напоминал Штирлица. Помните, когда Кальтен Брунер обращался к Мюллеру с просьбой, у него возникли подозрения по поводу Штирлица. Он там привел три факта, которые связаны со Штирлицами, что он там не взорвался в город Краков, где он должен был взлететь на воздух. Он занимался пропавшим Фау, и его так и не нашли. Якобы он вот там мотанул в болоте. И оружием возмездия он занимался. Потом его Мюллер спрашивает, скажите, а вот у вас еще что-нибудь есть? Он говорит, я даже не знаю, что вам сказать. Понимаете, я попросил, чтобы его послушали. То есть наша служба послушала, о чем он говорит. Ведь вот те люди, которым я лично доверяю, говорят о кретинизме Геринга, о том, что болван у нас Риббентро, трагизм и положение о том, что будет с нами, если русские войдут в Берлин. Ну, это вот по фильму. А Штирлиц говорит, ерунда, все развивается нормально, мы движемся в нужном направлении. Эльтерн Бонуар спрашивает, мол, я себе задал вопрос, не болван ли он? Нет, он не болван. Но если он не болван, почему он так заявляет? Он не искренне со своими коллегами. Значит, он что-то затевает. А что он затевает, вот, пожалуйста, разберитесь. Вот когда мы слышали, помните, вот в те дни, когда под Киевом стояли русские, да? И мы слышали, два-три дней все будет добр. Ну, два-три-три-три-трижни, сто процентов и так далее, и так далее. Вот эти все персонажи, где они сейчас? Где сейчас находится господин Аристоевич? Он находится в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Кстати, он обещал, что вот если он уйдет с работы в офисе президента, он пойдет на фронт. Тем более он там выдающийся разведчик, подполковник и так далее, и так далее, и так далее. Но почему-то оказался в Нью-Йорке. И оттуда фонтанирует идеями. А давайте мы с Россией поверимся и вместе с Путиным предъявим присчет Запада. Ну, и так далее. То есть, вот эти вот все его идеи дугинские, которые в свое время они транслировали, евразийские идеи еще в 2005 году, вот они сейчас опять выходят на поверхность. У меня простой вопрос. Кто его выпустил за границу? Попробуйте вы или я, допустим. Кстати, выехать, просто выехать, не знаю, в Польшу, не знаю, в Германию и так далее. Вас не выпустят. Многолетних отцов не выпустят. Не выпустят даже людей с инвалидностью и так далее. Потому что у них там какие-то документы. А тут абсолютно спокойно выпустили и так далее. Поэтому, когда вот я, вы говорите о вот этих вот видосиках, оптимистических, я к ним очень осторожно отношусь. Я помню, чем вот эти вот оптимистические видосики закончились вот в течение, вот они 10 лет промывали мозги нашим людям. И вы же помните, как у нас изображались все наши руководители страны. Ни одного положительного персонажа. Особо топтались они по плечкам, если вы помните. Он вообще образом выступал каким-то там человеком, неспособным связать два слова и каким-то деревянным. Юлия Владимировна, которая, значит, там, какие-то леса, все думает о том, как всех о Биори. Значит, Порошенко, который думает только о Шоколаде. Значит, там, Ющенко, сеньор Голодом. Ну, в общем, вот это вот мы же все прекрасно помнят. Они зубоскалили над вот этим всем. И сейчас вот эта вот традиция, она продолжает. Я хочу сказать, что вот результат, вот этого зубоскальства мы видим сегодня. И когда сегодня, опять же, тем же нас пытаются кормить, я к этому очень отношусь отрицательно, потому что я понимаю, чем это может закончиться, исходя из нашего предыдущего опыта. Ну, вот этот скандал на Новый год, вы же помните, который был. Я же помню, когда меня там обвиняли во всех смертных грехах, что я там, значит, там, не вижу там этих внутренне перемещенных лиц, что я там разжигаю там какую-то... Я сказал только лишь одну тогда вещь в 2019 году, что все про Украину... Когда мне рассказывали, что там все проукраинские, теки садят и чекают украинский прапор, чтобы пришел в Донецк. И, ребята, все, кто был проукраинский, к тому моменту уже пятилетие, пять лет войны, они выехали. Те, кто остались, они приняли тот оккупационный режим, который есть. Рассчитывать на их какую-то активную позицию не стоит. О-о-о, там и так далее, понеслась. Сегодня они начинают издеваться над людьми откровенно, которые вот приехали из того же Скадовска, да, значит, начинают над их языком там потрунивать, мягко говоря, там, изображать их там интеллектуально недоразвитыми какими-то и так далее, и так далее. Это все зрение одной цепи, понимаете? Вот это вот все, вот это вот все. Поэтому я к этому очень отрицательно отношусь, исходя из вот этого нашего прошлого опыта, и считаю, что это очень опасно для нашей страны. Кулеба говорит, не волнуйтесь, не нужно впадать в депрессию, деньги будут, США, да, там, как-то выделят, не выделят, но, в общем, деньги поступят, поэтому рано впадать в панику. Но вот эта успокоительная Кулеба как-то плохо ложится на последнее заявление из Белого дома, кроме там Мэтью Миллера, да, который сказал, что США с Украиной до конца, но, правда, не в том уже объеме, но будет поддерживать, как в 22-м и 23-м. Исходя из того, чего добилось в плане достижения целей, мы сейчас не про противника, а про украинские цели войны, да, чего добилась Украина за 22-й и 23-й год с той поддержкой, а ее будет еще меньше из Соединенных Штатов Америки, мы понимаем, к чему все идет. Более того, Нью-Йорк Таймс пишет о том, что снарядов к Патриотам не дадут, острый дефицит, а госпожа Шаланда Янг есть такая и вовсе сказала, что если Конгресс не проголосует помощь Украине, то президент никакими там другими инструментами финансирования пользоваться не будет. Она четко, ясно дала это понять, что вот этих обходных маневров нет. Получается, Кулеба начал всех успокаивать немножко загодя и немножко не в попад. Что нас ждет в контексте, ну мы уже понимаем, сокращающейся и так, я так вижу, что резко сокращающейся помощи из Соединенных Штатов Америки? Ну а кто такой Кулеба? Министр иностранных дел. Ну вы же помните, кто такой был, зец-председатель фонда? Он был руководителем Максимовского общества, подписывал все документы. Но его задача заключалась в том, чтобы руководить этим акционерным обществом, а в том, чтобы сидеть. То есть, когда ему давали на подпись, он подписывал все. Ну когда там начинались государственные проверки, оказывалось, что это там хищение, воровство, его сажали. Ну и, соответственно, его гонорар увеличился в два раза. И он рассказывал, как он замечательно сидел при всех предыдущих правителях. Ну неужели вы в самом деле считаете, что Кулеба руководит внешней политикой Украины? Я простой пример приведу. Вот у нас по Конституции президент отвечает за внешнюю политику страны. Президент, он за две вещи вообще-то отвечает, за национальную безопасность и оборону и внешнюю политику. Если мы возьмем внешнюю политику, мы сейчас не берем национальную безопасность и оборону. Кто ездил в последнее время в Вашингтон в составе украинской делегации и вел там переговоры? Кулеба, его даже в составе делегации нет. Руководителем делегации была Юлия Свериденко, первый вице-премьер-министр. А по сути все переговоры вел такой скромный член делегации Андрей Борисович Ермак. Он несколько раз летал в Вашингтон. То есть, решая какие-то внешнеполитические задачи, серьезные, президент отправляет своего заведующего в канцелярию, то есть, в главой офис президента. Он ему доверяет, он какие-то там конфиденциальные имеет поручения, и вот он это делает. И что остается Кулебе? Ему остается выходить и говорить, Зеленский хороший, все у нас замечательно и так далее, и так далее, и так далее. Я не хочу сравнивать его ни с несколькими повторяющими определенные фразы существами, но по сути своей ему остается только говорить, что попка дурак. Или наоборот, Петруша хороший. Все. Других вещей от него, мы услышать, физически не можем. Он ни на что не влияет, и ни за что, по сути, хотя он отвечает по Конституции, за внешнюю политику как министр ответственного. Но он здесь председатель фонда. Его задача подписывать и озвучивать то, что ему говорят. Сейчас у нас дефицит Арестович. Значит, вот будем заменять его Кулебой. Он якобы благообразно лицо имеет, он какие-то месседжи будет с телеэкрана нам вещать. Но к ним относиться нужно точно так же к самому Кулебе, зная. Зная уровень его влияния и уровень того, тех возможностей, которые у него реальные есть. Он, по большому счету, никто, как и все в этом правительстве шмагали. Серьезнее надо относиться к тому, что говорит сам Зеленский. Вот его последнее заявление было очень интересное. Он сказал, что если мы этот год переживем, выстаем, то все у нас будет хорошо. Вот это серьезно. А все, что сказал Кулеба, давайте мы забудем. Знаете, как говорил Макар Нагульнов в поднятой целине Шолохова. На все, что он говорил, нужно наплевать и забыть. А у меня сразу, я понимаю, о каком заявлении вы говорите, так я просто не понял, а кто мы? Кого имел в виду президент? Ну, очевидно, он уже глава государства. И когда он говорит, он говорит от имени украинского государства. Это, ну, такое право у него по конституции есть. Поэтому, когда он говорит мы, он же нам объяснил, что каждый из нас теперь с вами президент, еще когда именно и новградцы было. Очевидно, вот он имеет в виду, что государство, если оно выставит в 24-м году, значит, будем жить долго и счастливо. и так по новому заявлению. Но без снарядов к Патриотам. Смотрите, на самом деле Патриот использует ракеты, зенитные управляющие. у ракеты порядка 5 миллионов долларов штука, и сейчас натовцы приняли решение закупить тысячу ракет для Украины на общую сумму 5,5 миллиардов долларов. Ясно, что для этого потребуется время, для того, чтобы их произвести и завести в Украину, но с этим проблем не будет, потому что, в общем-то, элементы ПВО, они всегда будут в приоритете любых военных поставок для Украины. На этот период, когда сейчас идут интенсивные обстрелы, договариваются с японцами для того, чтобы пополнить запасы этих зенитных управляемых ракет для комплекса Патриот, ну и по той информации, которую нам озвучивают, якобы Япония пошла навстречу. Командование воздушных сил Украины заявило, что мы еще несколько таких мощных налетов, которые были 29 декабря и 2 января, способны выдержать даже без каких-то дополнительных поставок. Им виднее, они все-таки владеют информацией лучше, чем мы с вами. Ну, посмотрим, да, тем более, что много вопросов есть и по вот этим как бы ракетным ударам, но Белгород выглядит как бы поиском антидота против подобных обстрелов. Как вы, ну, как анализируя военную ситуацию, включение, да, вот в эту комбинацию, в эту формулу Белгорода оцениваете? Честно говоря, я не понимаю Белгород. Я понимаю обстрел Москвы. В каком смысле? Не в том, чтобы туда что-то прилетело. Я прекрасно знаю, что такое система ПВО Москвы. Я там служил под Москвой и знаю, что такое кольца ПВО под Москвой. Вряд ли что-то серьезное туда пролетит. два кольца ПВО и плюс еще кольцо противоракетной обороны. Но напряг этой системы не дает возможность перебрасывать зенитно-ракетные комплексы, которые там есть, на фронт. Защита столицы, защита столицы является приоритетом для любой страны, для России в том числе. Поэтому, когда туда летят беспилотники, что-то еще такое летит, неважно, куда оно там попало. Но, как правило, никуда и не попадет. Никакой серьезного ущерба оно не нанесет. Но оно заставляет противника держать все средства противовоздушной обороны в боевом положении, там, и не перебрасывать их на фронт. Тут мне военная логика понятна. Но зачем обстреливать Белгород с военной точки зрения? Что это дает? Вот они обстреляли Харькова. Мы сейчас подним по Белгороду ударим. Вот они обстреляли 29 числа, погибли наши мирные граждане в Харькове. Там это был просто военный варварский обстрел. Собирается Совет Безопасности ООН. Показывает все вот эти ужасы, которые связаны с обстрелом Харькова. С гибелью мирных людей выступает не Бензи. Начинает говорить, что это все украинское. Вот если бы украинское ПВО не стреляло, то никто бы не погиб. Ребята, а что же она стреляла? Вы же обстреливали. У человека логики нет вообще. Они не стреляли, а мы просто стреляли ракетами непонятно куда, и поэтому они падали, и люди погибли. Но это же идиотипно. Весь мир увидел, весь мир увидел. Это стандартная история. Потому что летит ракета, имеет некую цель, какую-то военную цель, ее сбивает ПВО, страдают гражданские объекты. Причем это и в Белгороде, и у нас такая история. Смотрите, вот когда они обстреляли Харьков, с военной точки зрения, это было абсолютно военное преступление. То есть вы тупо стреляете по Бернаву сбили ракету, не сбили ракету, прилетела она, не прилетела, но вы целью имеете мирный год. Что происходит дальше? Так а с Белгородом какая ситуация? На следующий день летят туда ответки. Ну какие-то там военно-стратегические объекты, разрушение которых даст преимущество Украине на фронте. В чем? Куда-то оно прилетело. Погибли люди, включая там мирное население. Тут же русские говорят, давайте мы проведем Совет Безопасности, вот вам. И вот тут есть очень опасный момент, который вот те, кто давали команду на ответный обстрел, не учитывают. Вот посмотрите, что произошло с Израилем после резни в Газе. То есть пришли из Газа террористы, убили полторы тысячи мирных израильтян, захватили заложников, ушли в Газу, туда пришла израильская армия, и что мы сейчас видим? Свободу Палестине, израильская военщина и так далее. Говорит, ребята, мы же туда вообще не шли, мы вот мирно жили, там фестиваль музыкальный какой-то проходил, он же нам не угрожал, абсолютно. Они напали, они убили мирных людей, но посмотрите, сегодня отношение вот ко всей этой военной операции. И это же влияет на правительство в западных странах, потому что когда у них там население возмущено, теряется вообще вот эта взаимосвязь между событием и ответными действиями. Так вот, сегодня мы имеем ту моральную порывал или преимущество, что нас не ставят на одну доску с россиянами. То есть россияне стреляют по мирному населению, люди гибнут, зверства в гучи и так далее, и так далее, и это дает нам моральное преимущество и оправдывает ту военную помощь, которую нам западные правительства оказывают. И вот представляете, мы начинаем стрелять в ответ, там гибнут люди, тот же Небендер говорит, вот вы вчера нас собирали, да, по этому поводу, а вот теперь смотрите, вот они нас обстреляли. И не важно, что потом произойдет, потому что в глазах западного гражданина, вот человека, который живет в западных странах, где войны нет, он говорит, о, те стреляют по мирным жителям, эти стреляют по мирным жителям, так между ними нет никакой разницы, а раз разницы нет, то зачем им помогать? Поэтому я считаю, вот те, кто отдавали приказ на ответный обстрел Белгорода с теми результатами, которые мы видели, это либо люди, которые не понимают, какие последствия могут быть, но в этом случае идиоты, либо это сознательные враги Украины, потому что допустить, чтобы нас ставили на одну доску с агрессором, мог только враг либо дурак, с моей точки зрения. Что будет дальше в этой связи? Нам, причем такая интересная история была вчерашняя, прям очень интересная, телеграф выходит, говорит, что 15 января, сейчас морозы наступили в Украине, 15 января, поход на Харьков, ну или где-то на севере, соответственно, намечено, назначено, и прям всерьез обсуждается эта дата. Подхватили эту информацию, понесли, вынуждены там были, ну, представители местной власти, военно-гражданской администрации, говорили, ну, смотрите, как бы, войск нет, да, сейчас, но они там могут в течение какой-то недели, там, двух появиться, ну, вот эти войска, которые там будут штурмовать и идти вперед, ну, условно, на Харьков. Потом сухопутные войска, командование, вроде как, резко опровергло, осудило, и вообще сказала, что это не, ну, как бы, вброс, эта информация не соответствует действительности. Но мы же находимся, давайте тоже откровенно, с точки зрения, там, военной логики, в военное время, если идет, скажем так, удар по Белгороду, то, как бы, хочешь, не хочешь, чтобы избежать этого удара, противнику нужно отодвигать средства поражения Белгорода, то есть, идти вперед. Если, там, нам нужно, чтобы по нам не летело, нам тоже нужно, с точки зрения исключительно военной логики, да, каким-то образом отодвигать средства поражения, то есть, бить по территории, переносить войну на территорию Российской Федерации, как говорит Зеленский. И как здесь тогда уже смотрится дата 15 января, которую озвучил Телеграф? Военная логика с отодвижением средств поражения имела бы, скажем так, право на существование, если бы речь шла об артиллерийских ударах. Условно говоря, когда лупит артиллерия, у нее максимальная дальность, ну так, эффективной стрельбы, при хороших, скажем, тех же, панцергаубица, там, допустим, не знаю, там, французские, значит, артиллерийские системы, они могут стрелять до 40 километров. От границы Украины до Белгорода 40 километров. То есть, если даже они тупо на границе стоят, артиллерия, в лучшем случае, может как-то долетать. Но они же не артиллерийские удары наносят по Белгороду, а наносят удары беспилотниками, либо ракетами. А там дальность полета гораздо выше 40 километров. То есть, вторгаться для того, чтобы отодвинуть средства нападения противника на территорию Украины, смысла нет. Но, в чем, что здесь может быть? Вы же помните историю с Мариуполем? Мариуполь был прекрасно укреплен и прекрасно защищен от удара со стороны Российской Федерации. Вот, с восточного направления Мариуполь был неприступен. И любые попытки пытаться прорвать его оборону, они бы стоили колоссальных жертв. Там были мотивированные солдаты, там была хорошо построена оборона. Но у него не было тыловой зоны. А вот с тыловой зоны зашла российская армия. С Крыма, через Мелитополь, через Гордянск. Значит, они наступали на Мариуполь с тыла. Там, где вот этих укреплений не было. Это позволило блокировать Мариуполь и потом организовать тот двухмесячный штурм, который мы видели. По Харькову. Сейчас бои идут в районе Купенск. Логика российских военных непонятна. Купенск это важнейший железнодорожный узел и удержание которого для украинской армии означает, что логистика, то есть поставки боеприпасов, вооружения, продовольствия, всех военных припасов, которые требуются для ведения боевых действий, она осложнена тем, что Купенск находится под контролем украинской армии. Поэтому они там ведут тяжелейшие бои под Синьковкой, не допуская прорыва противника Купенску. Возможен вариант я рассматриваю как очень неприятный и возможный вариант это обход Купенской, обход Харькова со стороны, как вот Костя Машовец, мы с ним в военном училище учились вместе, Костя стал крупным военным специалистом в плане освещения боевых действий. Вот он правильно говорит, направление на мой родной Богодухов. То есть в обход Харькова через Богодухов попытаться через Субскую трассу обойти укрепление украинской армии. Вот это надо очень внимательно отслеживать. И как только там начнут накапливаться войска, к этому надо будет относиться более чем серьезно. То есть когда они не будут ломиться через систему укреплений украинской армии, как они сейчас делают под Купенском, там еще очень долго могут идти бои. Как вот этот обходной манер. Вот тут надо быть очень внимательным и очень осторожным. И вероятность такого обходного маневра я бы не оценил как нулевую. Вот это вот действительно реальная угроза, которая могла бы быть. Кстати, аналогичная угроза для российской армии, в случае если украинская армия захочет обойти по русской территории и зайти в тыл, допустим, обороняющихся русских войск в районе Сватова. То есть обойти по их территории и зайти в тыл. Эти варианты возможны. Но насколько они будут реализованы, это уже зависит от планов командования российского, украинского, как будут развиваться события дальше. Что касается Черниговской области и угрозы вот прям Черниговую сумму, потому что ну тут есть понятно, что есть очевидные вещи, есть неочевидные вещи, но с точки зрения военной стратегии надо бить там, где они ждут. Вот Харьков, да, но Чернигов находится очень далеко от Леднии фронта и Сумы тоже. Харьков ближе. То есть основная масса российских войск находится на линии соприкосновения, да, вот сверху вот Боровой там и так дальше вот они так выходят аж к Энергодару там и так далее. Вот это 880-километровый фронт. То есть если обходить Харьков, то тылы русской армии недалеко. Вы сможете поддержать их и так далее. Для того, чтобы наступать со стороны Чернигова сумку, это уже большой отрыв от основной группировки. То есть там нужно создавать какие-то автономные системы снабжения, систему пополнения и так далее. Это не увидеть невозможно. Плюс нужно понимать, что вся северная граница Украины сейчас активно укрепляется. Там строится система окопы, опорные пункты, причем уже без дураков, по-серьезному. Там все-таки лесисто-болотистая местность, это не Запорожская область, извините, равнинными пейзажами. Там гораздо легче построить хорошо укрепленную линию, которая способна удерживать наступление группировки вражеской относительно небольшими силами. Тем более сейчас очень активно там ведутся вот эти все работы, генерал Наев постоянно о них сообщает. Поэтому я не думаю, что там существует серьезная военная угроза. Вот я бы как возможную военную угрозу все-таки оценил наступление по Пхудхайкам. Вот это да. Тут есть большая опасность. Но я надеюсь, что наше командование это тоже понимает. А что по фронту? Обвал может случиться в 1924 году? Смотрите, по поводу обвала и по поводу фронта. На фронте случилось то, о чем писал генерал Залужный в Агдивре Месяца. Его там все ругали, там рассказывали, что он там паникер, что он там еще что-то. Ну давайте объективно оценим. Уже год закончился, уже можно подводить какие-то итоги. Я же цыплят по осени считаю, давайте посчитаем их уже в конце года. Каковы были планы украинского командования? Было сложно сказать. Почему? Потому что озвучил только один раз президент. Я считаю, что план, это когда верховный главнокомандующий говорит о том, что вот у нас такие планы есть. Он как-то сказал, что мы должны освободить три города. он их не называл, поэтому мы можем гадать, о каких городах шла речь, но ни одного города мы в 2023 году освободить не смогли. То есть делаем вывод, что те планы, которые у нас были, они не были реализованы. С другой стороны, российское командование, начиная наступление под Бахмутом, еще в начале 2023 года, ставило задачу выхода на административные границы Донецкой области. Вот так была поставлена стратегическая задача. Тоже мы можем сказать, что эта задача решена не было. Если вообще мы посмотрим изменения линии соприкосновения в течение года, вот наши войска прошли до работы на 9 километров в глубь территории, в глубь оборонительных порядков российской армии. Значит, где-то они там наступают под Авдеевкой какие-то километры, несколько прошли там под Синьковкой. То есть колебания линий фронта, оно в общем-то в пределах до 10 километров в течение года. Это о чем говорит? Это говорит о позиционном характере войны. Что значит обвал фронта? Обвал фронта это крупный прорыв. Крупный прорыв линий фронта, как показала практика ведения военных действий, при правильно построенной системе оборонительных сооружений, укреплений, она на данном этапе невозможна. Она была возможна еще в конце 22-го года, когда не было мобилизации проведено в России, когда вот эту огромную территорию Харьковской области, в общем-то, там не было сплошной системы оборонительных укреплений. Туда были переброшены дополнительными силами украинской армии и, соответственно, как только они пошли вперед, россияне просто отвели, оставили эту территорию, понимая, что если они будут пытаться какие-то опорные пункты удерживать, то это закончится окружением и разгромом тех, кто там находится. Они просто ушли. То же самое они сделали на правом берегу Днепра, понимая, что затраты на удержание вот этого плацдарма не стоят вот этих потерь, которые они там несут. Поэтому они тоже оттуда ушли. Вот они сконцентрировались на этой линии, они построили систему укреплений и начали ждать наступления украинской армии, которая в июне началась. Ну вот, практически вот эта линия оборонительных укреплений, она сумела сдержать украинскую армию и, в общем-то, показала, что все попытки пробить эту оборону, они успехом не уменьшали. 1 октября 23 года российская армия начала наступление под Авдеев. Широко разрекламированные. Туда наклонили толк Путин, проводили какое-то они там совещание. Вот они пошли. И вот октябрь, ноябрь, декабрь, три месяца наступления, они, конечно, продвинулись, но задачу захвата Авдеевки они не решили. Опять же, мы видим, насколько эффективной является в нынешних условиях оборона. Оборона это очень, скажем так, сейчас большой вызов для любых военных действий, и, по сути дела, мы вернулись к тому положению вещей, которое было в Первую мировую войну, когда все лучшие умы решали задачу, как же прорвать фронт и как выйти из тупика в позиционной войне. Пока, к сожалению, рецептов нет. Если кто-то думает, что можно миллионам солдат прорубить какой-то коридор и пойти вперед, но это, знаете, это абсолютно, скажем так, нереальный подход. По поводу прорывов и обвалов мы понимаем, что это возможно крупных имеется в виду прорывов, причем неважно, в какую сторону мы сейчас чисто теоретизируем. Это возможно в момент острого дефицита боеприпасов живой силы на определенном участке фронта. Ну, это аксиома. Когда нечем отстреливаться, некак, ну, тогда отступление, какие-то передислокации. Сейчас это прям отдельная тема, мы ее коснемся, но начнем рассматривать с позиции фронта. Сейчас идут комитеты, да, вот заседание комитета по нацбезопасности, они рассматривают, обсуждают законопроект мобилизации. заложные, вот это сакраментальное, кем мне воевать у меров, все присутствуют, все обсуждают, оттуда пишут разные депутаты, безуглую вроде как снимают, да, то есть уже там подали в Верховную Раду, чтобы проголосовал парламент это. Все очень интересно, живо, на фоне того, что были заявления от правящей партии, о том, что, ну, смотрите, как не будем мы это голосовать в этом виде, но рассматривают в этом виде, в каком еще. И вот момент заседания пишет нардеп Гончаренко, озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны Украины. 36% то есть 430 миллиардов гривен, и это только по статье денежное обеспечение. Но это какие-то Андрей Алексеевич, какие-то очень опасные, цифры. Если на 36% солдаты не обеспечены деньгами, то о чем мы можем говорить, о каких сверхусилиях в мобилизации, в обороне? Ну, смотрите, как формируется вообще бюджет страны. Каждое министерство делает бюджетный запрос на следующий год. вот я как министр допустим, у меня есть социальные программы, есть количество людей, есть расчетные цифры, касаемые прожиточного минимума, индексации пенсий. Мы это все считаем и говорим, вот нам нужно по нашим программам, по пенсиону, по субсидиям, по державной допомоге семьям с детьми. Вот эти цифры мы делаем бюджетный запрос. Его изучает министерство финансов, дискутирует, вот у нас правильно контингент подсчитан, неправильно подсчитан и так далее. Каждое министерство там делает, в том числе министерство обороны. Вот есть у нас такая замечательная голова бюджетного комитета Роксолана Пидласа. Роксолана Пидласа сказал, что бюджетный запрос министерства обороны на 2024 год был, внимание, 32 миллиард триллиона ревеней. 32 триллиона ревеней. Сколько в результате получила армия? Армия получила где-то порядка триллион больше всего. В 20 раз меньше. Я прекрасно понимаю, что министерство обороны считало все. Аэприпасы, продовольствие, вещевое довольствие, закупку вооружения, техники, выплаты компенсации погибших, семян погибших, денежное обеспечение и так далее. Вот это все и потребности набежали на 32 триллиона. Получили триллион 600. В 20 раз меньше. Поэтому, когда кто-то говорит, что не хватает это, не хватает это, естественно, если у вас запрос был вот такой, а дали вам вот это, естественно, он будет всегда эффективным. Поэтому, когда нам говорят о том, что денег нет, я в это охотно верю, но у меня тогда возникает другой вопрос, если у нас денег нет на армию, почему у нас есть деньги, допустим, на другие цели, которые не связаны с армией. Вот попробуйте сейчас обрезать деньги на единый марафон. Два миллиарда мы туда, тем не менее, финансируем. Еще финансируем какие-то непонятные там другие вещи. Я вот сейчас перед тем, как мы с вами общаться начали, посмотрел в Фейсбуке пост Ирины Герасченко. Она говорит, мы дали предложение на сокращение госрасходов на 90 миллиардов рублей. Ясно, что это не решает всю проблему, по крайней мере, это концентрирует деньги, решение вот той первоочередной проблемы, которая есть, о которой говорит заместитель министра обороны. Почему это не принимается? Потому что есть человек, который считает, что он знает лучше. И вот он дает команды, вот эти все команды выполняют, а потом все делают вид, что, знаете, вот как у нас говорят, включают ток, у нее делают вид, что все хорошо. Ну так давайте под эту историю... И заменяют это дело видосик, который с прапором ходит и рассказывает, как самодочит. Под эту историю давайте еще наберем сколько там, 500 тысяч мобилизуемых. Ну смотрите, тут под эту историю, тут немножко другое. Нет, смотрите, я сейчас с вами говорю, ну, я понимаю логику, которую вы обрисовали, но я с вами говорю о денежном довольстве. Это зарплаты, выплаты, это то, на что живет солдат. Этого не хватает. Есть дефицит. Перебросят, перекроют в конце года. Ну, логика же бюджетного процесса понятна. Отымут, изымут, перебросят, как-то закроют, ну, сейчас дырка 36%. А если на эти же финансы наложить еще 500 тысяч чертов? Андрей Алексеевич. Значит, ну, смотрите, Александр, дьяволом же в деталях кроется, правда? Когда нам говорят 36% не хватает на денежные довольства. Я хотел бы посмотреть на цифры, куда именно не хватает. Я почему-то мне представляется, что, видите, речь идет в первую очередь о выплатах семьям погибших. Ведь за каждого погибшего военнослужащего нужно платить 15 миллионов гривен, я вам напоминаю. Если взять потери, мы же не знаем, какие у нас потери, правда? Никто же не озвучивает эту цифру. Так вот, если, наверное, мы берем вот эту цифру и сколько выплачены, какова потребность, и складываем это в денежную необходимость выплат, то, естественно, я не удивлюсь, что у нас 36% от общего потребности. Очевидно, опять же, вот эти выплаты будут задерживаться и будут откладываться на перспективу. Но что касается поточных выплат тем, кто воюет, я уверен на 100%, что они будут обеспечены в течение года в первую очередь. То есть там дефицита не будет. А вот выплаты семьи погибших, к сожалению, оно будет, вот этот долг будет накапливаться. Это правда? Людоловы так называют работников ТЦК в последнее время. Хорошее, скажем так, литературное слово, название книги о временах НКВД и, собственно, тройки ТЦКшников, народ, у него память хорошая, историческая, уже сравнивает с тройками большевиков, НКВДистов, которые орудовали после того, как они взяли власть и там, в том числе и на территории современной Украины. Как вам кажется, почему именно так делается и почему еще не вступившие, скажем так, изменения, обсуждаемые сейчас на комитете депутатами, это все под пристальным взором общественности. Почему не взять паузу с этим отловом сейчас, пока законопроект не обретет какие-то нормальные очертания? Потому что на сегодняшний день это единственный способ пополнения потерь вооруженных сил в Украине. То есть война ведь не остановилась, война продолжается. Мы же каждый день видим количество погибших с той стороны, то есть нам объявляют генеральный штаб, да, вот такие-то потери противника за сутки. Даже если берем в два раза меньше, в три раза меньше. Но это все равно огромные потери. Это значит, что каждый день мы берем безвозвратные потери раненых, попавших в плен. Вот это все количество людей нужно восполнять ежедневно. И вы представляете, эта ЦК стоит, ничего не делает, никаких пополнений нет, обучения нет, подготовки резервов нет, а мы обсуждаем закон. И что с армией происходит? Ее возможности уменьшаются, и возникает то, о опасности чего вы меня спрашиваете. Поэтому они вынуждены действовать в рамках тех законов, которые на сегодняшний день есть. Они абсолютно не решают проблему пополнения комплектации вооруженности. Мы с вами об этом говорили, я еще раз повторю. Вот те Людуловы, о которых вы говорите, это следствие управленческой некомпетентности и импотентности власти, извините меня, в целом. Ведь все молодые, ну как, призывного возраста мужчины в Украине имеют обязанность защищать страну. Зачем вы их ловите? Ну почему не принять сейчас норму закона и сказать, ребята, в течение 2024 года вы должны прийти в ТЦК обновить свои даты добровольно. И кто вас ловить не будет в течение года. Люди идут. Потому что если вы в течение года этого не сделаете, вот тогда к вам будут применяться какие-то принудительные, меры принудительного характера, потому что вы действительно будете уклоняться. А сейчас вы им скажите, ребята, придите в ТЦК, где вы живете, чем вы занимаетесь, какая у вас военно-учетная специальность, это же все отсутствует. И вы составьте хотя бы реестр этих военно-обязанок, чтобы вы понимали, какой у вас есть контингент. Сравните этот реестр, который вы создадите, с державным реестром выборцев. У вас же там все граждане Украины записаны. Определитесь, кто пришел, кто не пришел. Дальше пускай она с полициями занимается. Причем здесь ТЦК? Вот те, кто уклоняется от военной исполнения воинского долга после 1 января 25-го года, то есть когда закончится этот период одного года, когда человек сам должен прийти. Вот дальше пускай ими полиция занимает. Это будет абсолютно законно и правильно, потому что люди нарушили закон, вот ими занимается полиция. Они, извините, представители ТЦК, которые не имеют вообще никаких полномочий по отлову людей. И вот это все и вызывает вот эти вот все вопросы. А если человека задержали на улице, допустим, после 1 января 25-го года, не знаю, выдайте им специальную карточку пластиковую, что вот он был в ТЦК, он там находится на учете, до свидания. Вот их остановили, он показал, проверили, проезжайте, вопросов нет. Если нужно, там вам ТЦК с вами будет связываться. А если у вас этого нет, а почему у вас этого нет? И так дальше. То есть это же можно все было организовать сощенно по-другому. Но два года войны, два года, Александр, это не месяц, не два, не полугода, два года войны этим никто не занимался. Почему? Ну почему? Потому что верили, что через 2-3 недели все закончится. Теперь по загранице. То же самое. Пожалуйста. Ребята, ну что ж, мы не будем же просить немцев вас выдавать, они тем более вас выдавать не будут. Пожалуйста, приедьте, зарегистрируйтесь. Не сделали, значит, вот тогда другие какие-то у нас будут планы на вас. Вы отказались исполнять обязанности защищать страну? Значит, будем считать, что вы отказались от украинского граждан находиться за рубежом. Так а кому лучше будет? Вы же не хотите? Вы же не хотите защищать страну? Ну вот вы же понимаете? Я думаю, всем лучше будет. Нет, вы же понимаете, в чем дело? Думаю, всем лучше будет. Это для этих людей будет подарок, понимаете? Пожалуйста. Ну. Но конфискация имущества в Украине. Да. Ты отказался, ты убежал. У тебя есть земля, у тебя есть недвижимость, деньги какие-то есть здесь. Свидание. Это пойдет на войну, раз ты не хочешь. Мы же разводимся. Ты ушел? Пожалуйста. Имущество в стране, которое защищает. Поэтому нельзя вот это, понимаете, вот когда идет война, когда вот мы стоим в такой тяжелейшей ситуации, играться, пытаться полумерами что-то, давайте мы их будем стимулировать. Это как? Это же война. Это угроза жизни, это угроза здоровья. Ну, так звучат же... таким очищать страну. Звучат же в Кабмине претензии, предложения, там, просчеты. А вот если у тебя официальная зарплата там 50-60 тысяч, ты платишь нормальные налоги. Что тебя мобилизировать? Бронь тебе, по ФОПам тоже можно что-то такое придумать. Вот смотрите, как много налогов платишь. Ну, иди в тылу, работай, плати налоги, помогай стране. Нет, Александр, это не конституционно. У нас четко написано, конституционно. Ну, погодите, на Закарпатье хватать мужика и женщину с ребенком оставлять в машине, увозить в неизвестном направлении. Сегодня об этом, вчера об этом видео вышло, сегодня Мазараш. Это конституционно? Мы же только что с вами об этом говорили. Это следствие неурегулированности этого вопроса. Если бы сейчас. Не надо придумывать ничего. Зачем вот эти вот будем... Вы примите простой закон. Обяжите всех мужчин в течение 24-го года прийти в военкоманду, в ТЦК. И не надо их ловить. Вы будете этим заниматься через год. К вам придут люди. Кстати, очень многие придут, если услышат о том, что вот необходимо это сделать. Придут. Придут, придут. Это не те будут добровольцы, которые два года назад, но придут. Уточнят свои данные и так далее. Пройдут медкомиссию. У вас уже будет хотя бы миллион, полтора, два, три людей, которые зарегистрированы. Дальше, если вы хотите набирать их, пожалуйста, можете вернуться к практике американской армии. Когда для войны во Вьетнаме или со времен гражданской войны была жеребьевка, о которой Милованов сказал, что его начали хейтить. Так мой прадед воевал в русской императорской армии с 16-го года по жеребию. Его мобилизовали, он попал на Румынский фронт и потом их там, как он говорил всегда всю жизнь, нас генерал Щербачев всех продал. Это командующий Румынским фронтом. Он попал в плен, в Толергофе сидел, потом убежал от ума. Ну так это же общая практика. Только жеребьевку надо начинать в Верховной Раде. Ее у нас там хлопцы призывного ВИП. Ее. Делаем прямо вот по телевизору. Собрались все. Сколько их там? 100-120 человек, 130. И тянут жеребий. Да, Горьковная Рада, значит, сколько там, 5-10% ушло на фронт. Нема пытань. Их заменили за счет того, что по списку, по списочнике подтянули. Чтобы Горьковный Совет у нас не оголялся. И давайте, ребят, Кабмин. Что там, нема здоровых хлопцев? Пожалуйста, проводите там. Это надо, чтобы страна видел, что вот эти люди, которые при власти, первыми идут на фронт. Это мы дальше будем проводить жеребьевки, но с себя начнем. И вот тогда очень много вопросов сами собой отпадут. Только важно еще будет проконтролировать, чтобы они не в штабе сидели, а в соответствии со своей военно-учетной специальностью применялись на фронте. Это вот было бы правильно. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, напишите, что думаете вы. Андрей Алексеевич, с Эрдоганом Зеленский созвонился. И очень разное получили мы ну, как бы официальное описание этого разговора. Без подробностей у нас и, скажем так, с посылом о прекращении огня да, вот со стороны турецкой. Будет прекращение огня? Это просто нам Зеленский не говорит, а в мире это уже обсуждается в полный рост? Я думаю, что звонок Эрдогана был связан с другим. На самом деле. Великобритания нам передавала четыре корабля для разминирования акватории Черного моря. И Турция их отказалась пропускать через Босфор и Барданат на основании девятнадцатой статьи Конвенции Монтре. Военное время военные корабли воющих сторон не пропускаются. Она не пропускает русские военные корабли. Поэтому пополнять Черноморский флот, который несет потери, Россия не может. Потому что нужно строить новые корабли. Это же вы понимаете годы. Поэтому она их на всякий случай с Крыма оттянула в Новороссийск. Сейчас Британия предложила вот мы дадим Украине для разминирования и сказали нет. Ну, они правы. В том смысле, что если они применяют конвенцию Монтре, то она касается всех воевающих сторон. Правда? Нельзя так, что мы эти пропускаем, а эти не пропускаем. Тут Эрдоган, как говорится, действует последовательно. Но он понимает, какой эффект это вызывает, скажем, украинского руководства. О том, как писала наша пресса, когда Турция запретила проход этих кораблей. Поэтому он звонит Зеленскому, объясняет ситуацию и обсуждает вопрос. В том числе, очевидное прекращение огня. Но это не главный был вопрос, по которому звонил Эрдоган. Я считаю, что он звонил, чтобы объясниться по поводу вот этих вещей. Дальше говорится о том, что они обсуждали вопрос, и зерновое сделали. То есть, там был целый круг вопросов, о которых они говорили. О чем договорились, мне сказать трудно, но прекращения огня не будет. Это не зависит от желания Зеленского и от желания Эрдогана. Мы слышали выступление Путина. Четко сказано, мы будем добиваться всех целей специальной военной операции. Одно из них, это изменение правительства Украины. То есть, нацистов ГЭД, значит, все, что мы захватили, то наше, на Украина, вне на... Ну, в общем, вы же помните все вот эти вот его посылки. Поэтому прекращать огонь в таких условиях никто не будет. Это же понятно. Поэтому Эрдоган сделал ритуальное предложение, получил ритуальный ответ, переговорил с Зеленским, объяснил ему свою позицию, обсудили какие-то темы приятные, и все. Больше ничего. Ну, то есть, огонь должен потухнуть сам, когда перестанет, когда не будет снарядов. Понимаете, о чем дело? Снаряды ведь будут всегда. В каком количестве, это уже другой вопрос. Но сейчас, как ни странно, на первое место выходят даже не снарядов. Вот если мы посмотрим статистику потерь, на первом этапе это были потери, в общем-то, от... Когда вот они проводили наступление на Киев, там были большие потери от непосредственно стрелкового оружия. Потом, когда второй этап начался с наступления под Харьковом, там, на Изюм, там и так дальше, они применяли артиллерию, и были основные потери от артиллерийского огня. Сейчас постепенно увеличивается процент потерь от ФПВ-дронов. Сейчас практически идет война дронов. Если вы откроете интернет, тот же Телеграм, вы же видите, как работают операторы ФПВ-дронов. Они убивают каждый день огромное количество солдат, которые находятся на передовой. И вот эти вот взрывные, осколочно-взрывные ранения, поражения живой силы, они сегодня выходят на первое место даже по сравнению с артиллерийским огнем. И роль дронов в этой войне будет только возрастать. Поэтому сейчас нужно думать о том, как антидроновую борьбу усилить, и как увеличить производство средств поражения, то есть самих дронов, и непосредственно боеприпасов для того, чтобы не проиграть вот эту вот сухопутную войну. Вот это будет задача номер один. Ну, нам обещал Зеленский миллион дронов собственного производства. Которые будут летать среди миллиарда деревьев, которые мы уже посетили. Да. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за ваше время и ваши мысли. Всего доброго. Спасибо вам, Александр. Друзья, берегите себя. Всех с праздниками. Увидимся обязательно. До скорого.